Полезны для кого? Для Кадырова, для тех людей, которые попали в список санкций, они полезными быть не могут. Конечно нет, они не полезны, они очень серьезно ограничивают. Ты слышал, что племянник Сазана, еще совсем маленький мальчик, выучил Коран и Капфыров присвоил ему хаппида. Наверное, вот эта тема с хафизами Корана, она самая кощунственная у Кадырова, потому что они на ней спекулируют, явно возводя ложь. А это все-таки вещь очень святая для любого мусульманина. Хафиз Курана, то есть хранитель Курана, человек, который знает наизусть Куран, это великое благо для умы. И вот представляете, они из этого делают предмет политической агитации и врут самое главное, что врут. Вот сколько из кадыровских детей, сколько было заявлено хафизом. Допустим, вот этот Хамзат Кадыров, он был заявлен как хафиз. Все практически там дочери, сыновья Кадырова были заявлены как хафизы. Давайте вот сегодня любого из них проверим на знание Курана наизусть. Ну понятно же, что они никакие не хафизы. Это была ложь. Они просто соврали для того, чтобы перед недалекими мусульманами выглядеть какими-то старающимися в этой религии. Вот, мол, вы нас ругаете, говорите, что мы плохие, а мы своих детей заставляем там чуть ли не наизусть учить Коран. Но нет, это неправда. Это величайшая ложь на религию Аллаха. Они не являются хафизами. Они не могут даже, в принципе, быть хафизами. Никак не могут. Тот образ жизни, который они ведут, и который поощряется Кадыровым и любыми там их приближенными пихвостями, этот образ жизни не может сделать из них хафиза, понимаете? Это как восток и запад, настолько далекие друг от друга вещи. Когда если человек купается в роскоши, кайфует в Дубае, причем так, что еще какие-то очень грязные истории у него получается угодить, в результате которых погибает его нянька, его личная охрана, понимаете? Вот это вот, вот этот образ жизни, и человек, который бы сидел и зубрил Коран, а чтобы выучить Коран, это надо на это потратить очень много времени, очень много стараний, это надо вообще от этого мира уйти полностью, погрузиться в Коран и сидеть, заучивать его. И понимаете, это вещи, которые не могут пересекаться. Поэтому, конечно, это все неправда. Но они не боятся Всевышнего и врут людям, что их дети якобы стали хафизами. Потом, эта ложь, которую они людям впарили, они просто на нее забивают, и эти дети, которые были заявлены хафизами, дальше живут, как ни в чем не бывало. Все уже, убрав всю эту историю про хафизов, никаких больше уже там историй о знании Корана, ничего подобного. Дальше уже обычная жизнь. Дубайские тусовочки, концерты в Грозном, там где угодно, истории с наркотиками, падения, взлеты. В общем, уже жизнь идет своим чередом. То есть мы здесь, мы заявили, это была разовая такая акция, сейчас вот пустить пыль в глаза, репортаж сделать, что вот дети стали хафизами, на камеру парочку сур зачитать. А дальше уже неинтересно, дальше можно жить своей жизнью, не обращая внимания на эту ложь. Любого из этих заявленных хафизов сегодня на аттестацию куда-нибудь там в исламский вуз, не в Чечне, там-то понятно, их всех аттестуют. Независимый, допустим, в Саудовскую Аравию куда-нибудь отправить на аттестацию, ни один из них не пройдет. Там их, да там вообще, наверное, рассмеются их знанию даже каких-то сур из Корана. Шамиль. И все-таки за что убили Абдул-Керима Идилова, так и не понял. Он, как сказал Филипп Киркоров, помните, когда вот сейчас была история с этой голой вечеринкой, Ивлеева там провела голую вечеринку, ну почти голую вечеринку, и Филипп Киркоров тоже там присутствовал. Потом, когда поднялся шум из-за этой вечеринки, там на самом верху, значит, постучали по столу, и все артисты, присутствовавшие на этой вечеринке, стали извиняться. И Киркоров, извиняя, сказал, у каждого человека в жизни бывает ситуация, когда ты вошел не в ту дверь. Вот с Абдул-Керимом Идиловым и с личным охранником Барсом произошла примерно вот эта история. Они вошли не в ту дверь. И это оказалось смертельной ошибкой для них. Я русский, который родился в Чечне. Мы покинули Грозный в 90-х. Я желаю тебе и всему чеченскому народу скорейшего избавления от диктатуры Кремля Кадырова и его прихвостней. Правда, восторжествует. Крот Риттер. Халло, Тумсо. Этот ваш рак, тот еще долбоящер, как и его отец Путин. Мало того, они такие терпилые, опущенные, что расселают красные дорожки перед ЦРУ и организовывают парады и демонстрации своего краха. Так, ас-саляму алейкум. Напоминание про детей судьи. Алейкум ас-саляму ам-ра-м-таллах. Благодарю за это напоминание. Опять напоминаем, обращаемся к судьиным детям. Кстати, один мой друг, как-то, представляете, человек, которого я знаю, он мне говорит, мы встречались, когда он говорит, слушай, говорит, я только сейчас понял, что ты говоришь судьиным детям, имея в виду дети судьи. Я представляю, если даже человек, который меня знает, думал, что я говорю другое, то наверняка есть многие люди, которые тоже так, наверное, думают. Поэтому слушайтесь то, что я говорю. Судьиные дети, это дети судьи. Так вот, что там насчет розы канцлера? Судьиные дети. Знаете, уже столько времени, полгода прошло, надо какой-то результат уже по этой теме делать. Япон, было бы хорошо, если бы лошадей Кадырова передали для личного пользования батальона шейха Мансура, чтобы могли БК доставлять на позиции. Про батальон шейха Мансура это про какой, который с 14-го года существует в Украине, воюет против Русни или тот, который, фейковый, который они создали и тоже назвали его батальоном шейха Мансура. Так санкции полезны же или бесполезны? Как в том фильме сенатор задался вопросом, так советник предателеус был предателем? Полезны для кого? О, для Кадырова, для тех людей, которые попали в список санкций, они полезными быть не могут. Конечно, нет, они не полезны, они очень серьезно ограничивают их возможности. Другое дело, они, конечно, не смертельные, с ними не просто можно жить, с ними там под этими санкциями страны существуют, десятилетиями, Иран, Северная Корея. Поэтому, конечно, это тебя не убьет, но жизнь это тебе осложнит. Он, Дугазаев, Тимур, вы думаете, ему хотелось жить в Чечне, имея немецкое гражданство, работая в Германии, нормально зарабатывая, будучи нужным в этой роли для Кадырова. Сейчас вы где-нибудь слышали про Дугазаева, он нужен кому-нибудь там? Кадыров, интересно, вспоминает его, как вы думаете? Конечно, нет. То есть, его вот эта вот значимость, его нужда Кадырова в этом человеке, она полностью отпала. То есть, он перестал быть полезным и интересным. А если бы он был в Германии, он по-прежнему был бы к этой персоне, был бы хоть какой-то интерес. Понятно, что там не особо, конечно, это волновало бы Кадырова, но в целом он был бы для них нужен и был бы интересен. Поэтому он мог бы там получать какие-то дивиденды. А сейчас он вынужден сидеть в России, его возможности зарабатывать ухудшились, его и самое главное его значимость перед Кадыровым она пропала. И все это результат санкций. Субтитры создавал DimaTorzok